В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил, все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем начало осени 2018-го. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые приходили целыми семьями. Жители должны поддержать и стратегию развития Нижегородской области, и того человека, который поведет эту стратегию вперед. Программа развития Сарова, программа создания научно-образовательного центра, программа развития кластера – все завязано именно в этой стратегии. Все мероприятия, которые есть сейчас и прописаны по городу Сарову, они также включены в стратегию развития Нижегородской области. Поэтому не проголосовать просто нельзя. В этот день жители смогли выразить свое отношение по поводу проекта «Стратегия развития-2035». В обсуждении этого документа изначально приняли участие эксперты из различных сфер деятельности. Но что произошло потом, это вообще беспрецедентная, по крайней мере, у нас в регионе, а может быть даже и в стране процедура. Это когда разные люди, трудовые коллективы, общественные организации приняли участие в широком общественном обсуждении, внесли достаточно много предложений. Сейчас они будут проанализированы. Если голосование пройдет должным образом и за стратегию, люди выскажутся, поддержат ее, то документ будет существенно доработан и действительно станет народным в полной мере. Многие из тех, кто пришел в этот день на избирательные участки, отметили, что голосуют не для того, чтобы просто выполнить свой гражданский долг, а верят, что действительно могут повлиять на судьбу нашего региона и города. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в нашем городе составила более 40%. 1 сентября в первые классы саровских школ пошли более 900 первоклассников. Ряды десятых классов пополнили около 550 учеников. Самым востребованным среди школьников нашего города остается естественный математический профиль. По итогам прошлого учебного года лицей номер 15 вошел в топ-100 лучших школ России. У Ани Ежовой это 1 сентября особенное. Она не просто пойдет в первый класс, она будет учиться в той же школе, которую закончил ее старший брат, мама и даже бабушка. Выбор в пользу лицей номер 15 мама Аня, Ольга, сделала сознательно. Я думаю, что много будет у нас и праздников, и учебных мероприятий. В общем, здесь настолько замечательно организована вся работа и с детьми, и с родителями. 1 сентября день, который для некоторых школьников овеян грустью. Лето подошло к концу, а впереди домашние задания, уроки и оценки. Вспоминая свои годы, проведенные в стенах 15 лицея, Ольга Ежова признается, что тогда учиться было проще. И дело даже не в сложности школьной программы. За детей переживаешь больше. За их успехи, конечно, и радость выше, за их достижения. За их неудачи расстраиваешься больше. 1 сентября – это день, когда педагоги с большим воодушевлением отправляются на работу, чтобы увидеть, как изменились повзрослели мальчишки и девчонки за прошедшее лето. Встретить первоклашек и в последний раз на празднике осени увидеть выпускников. Мы без детей свою жизнь не представляем. Каждый учитель в любом случае 1 сентября ждет. Приходят новые дети, новые задумки, новые успехи, новые достижения. И, конечно, это праздник. Учеба в школе – дорога с двусторонним движением. Для первоклашек впереди много кропотливой и интересной работы над собой. Для учителей – возможность реализовать свои инноваторские задумки и покорить новые горизонты преподавательского мастерства. Уголовному розыску 100 лет. 5 октября сотрудники специальной оперативной службы криминальной полиции отметили большой юбилей. Уголовный розыск находится на передовой в борьбе с преступностью. Раскрытие совершенных преступлений, розыск и задержание правонарушителей. Главное – работа оперативников. О прошлом и настоящем отдела уголовного розыска Саровской полиции расскажем в следующем репортаже. Начало 20 века в стране неспокойно. Уровень преступности растет с каждым днем. Чтобы исправить ситуацию, в 1918 году в структуре милиции создают специальное подразделение. И до сих пор уголовный розыск выполняет задачи по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, собственности и государства. Работа оперативного сотрудника лечит с собой ряд большой ответственности. Сотрудник уголовного розыска должен всегда первым приходить, как бы стоять на первом рубеже борьбы с преступностью. Она, конечно, очень требует большого временного промежутка, в связи с чем сотрудник уголовного розыска редко бывает дома. Екатерина Демидова в полицию пришла не случайно. Девушка выросла в семье военных. Насмотревшись на подвиги своего дедушки и отца, Екатерина, не раздумывая, решилась связать свою жизнь с погонами. В уголовном розыске она отвечает за поиск людей, пропавших без вести. Профессия интересная, работа очень интересная с людьми. Каждая история, она индивидуально, проникаешься ей, пропускаешь через себя. Это, наверное, даже больше негативный фактор, потому что принимаешься близко к сердцу. Анатолий Васильевич Девитайкин – ветеран уголовного розыска. За 20 лет в полиции он раскрыл не один десяток преступлений и поднялся по карьерной лестнице до начальника уголовного розыска. Анатолий Васильевич с особым трепетом вспоминает своё первое задание, которое было связано с кражами из квартир. Серия таких краж у нас длилась на протяжении, ну, больше года, наверное. То есть, как-то кражи совершались необычно. То есть, проникновения были через балконы домов. Если люди уже где-то начали обеспечить себе сохранность жилища и устанавливали железные двери, то это преступник проникал с крыш домов. Сотрудники уголовного розыска всегда находятся в тени. Их редко можно встретить в форме. Такая специфика профессии. Но именно благодаря их, на первый взгляд, незаметной работе, мы с вами можем спать спокойно. Проект, который объединяет людей двух поколений, тех, чьими стараниями создавался и совершенствовался Саров, и тех, кому ещё предстоит свершать великие дела для нашего города. В сентябре в Молодёжном центре подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Это был уже третий сезон проекта, за время которого дети сняли более двух с половиной тысяч роликов об отцах, дедах и прадедах, внявших значительный вклад в развитие Сарова. Военный оркестр Саровской дивизии встречает всех участников проекта «Слава Созидателям». Герои и авторы конкурсных роликов делают фото на память перед ответственным и волнительным моментом. Церемонии награждения по итогам муниципального этапа конкурса под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Спасибо Созидателям, которые сидят здесь в этом зале. Спасибо не только разработчикам ядерного щита Российской Федерации, России, Советского Союза, но и тем, кто строили наш замечательный город. Большое вам спасибо. И вот эти вот дети, улыбки этих детей, ну, наверное, это доказательство того, что вы всегда вместе с нами. Лучшие видеоролики муниципального этапа проекта «Слава Созидателям» определялись в трех номинациях. Они ковали ядерный щит ветераны внеев, будущие ученые о великих в атомной отрасли, и они создавали город. Всего более десяти лауреатов и только один победитель в каждой категории. Работа Софии Комковой будет представлять наш город на федеральном этапе проекта. Я считаю, что этот конкурс полезен и важен, потому что в нем, при его помощи вспоминаешь свою историю, знаешь ее, делишься ею с остальными. За три года существования проекта «Слава Созидателям» летопись Госкорпорации «Росатом» пополнили более двух с половиной тысяч видеороликов саровчан. Все они рассказывают о достижениях в сферах науки, промышленности, образования, культуры и других направлениях. В этом году конкурсная комиссия отсмотрела 62 работы. Ваши творческие работы – это профессиональные пробы, благодаря которым кусочки мозаики сложатся в единую летопись создания атомных городов. Движение, воспитавшее не одно поколение. В прошлом году, в последнюю неделю октября, в России отмечали столетие ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. По всей стране в эти дни проходили концерты, флешмобы и квесты. Большое количество мероприятий, посвященных столетию движения, было организовано и в нашем городе. В Доме молодежи прошел торжественный вечер, посвященный Дню рождения комсомола. На торжественном вечере встретились ветераны комсомольского движения нашего города. Те, чья жизнь неразрывно связана с ВЛКСМ и работой в молодежной организации Советского Союза. Вековой юбилей комсомола собрал друзей, коллег и соратников. Они вспоминали молодость, свой юношеский задор, стремление работать, создавать и вести за собой подрастающее поколение. Очень много страниц можно рассказать о том, как комсомол и пионерия жили вместе. Самые лучшие годы, дни, минуты моей жизни связаны с комсомолом. Коллективные фотографии на память с активистами и первыми секретарями горкомов стало обязательным элементом торжественного вечера. Выстраиваясь на фотосессию, ветераны комсомольца доказали, что время невластно над ними. Их сплоченность и дружба закалялась в самых сложных условиях. Вы посмотрите, какое вокруг братство. То есть разные поколения. Я смотрю, это наши просто. Наши. Комсомол – это для меня жизнь. Не было бы комсомола, не было бы жизни. Комсомол был всем. Ну а главное, что он позволял представлять интересы молодежи во всех сферах нашей жизни. Руководители города Ядерного центра поздравили ветеранов ВЛКСМ со столетиями организации. Отметили важность и значимость работы комсомольцев в различных сферах общественной деятельности и вручили участникам движения благодарственные письма за активную общественную работу в патриотическом воспитании молодежи. Песни советских лет, танцевальные номера под музыку из кинофильмов о героях комсомольцах. Концертную программу подготовили творческие коллективы нашего города. Почувствовать дыхание истории, шагнуть на несколько десятилетий назад и перенестись во времена своей молодости. Гостям вечера помогла тематическая выставка предметов быта и рабочей обстановки советской эпохи. 9 сентября во Всемирный день красоты на набережной жилого комплекса Саровская ривьера прошел первый в нашем городе фэшн-уикенд от дизайн-мастерской «Дело вкуса». Саровчане увидели эксклюзивные коллекции одежды дизайнера Елены Бабиновой в стиле спортивного шика и городской костюм в русском стиле. 25 саровчанок и две совершенно разные коллекции. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». После коллекции в русском стиле на импровизированном подиуме набережной реки Сатис появились девушки в стиле пинап. Пока смот для нашего города – это события выдающиеся. Я даже и не вспомню таких. Потом мне было очень интересно пообщаться с людьми вживую и полюбоваться, конечно, моделями и самой приберить костюм. Сегодня в фэшн-индустрии популярны понятия «народная модель». В последние годы модные дизайнеры отказываются от общепринятых стандартов красоты 90-60-90 и делают выбор в пользу интересных типажей простых девушек. Маргарита Степанова участвует в показе студии «Дело вкуса» уже во второй раз. «Дело вкуса» и вот мне прям очень по душе ее наряды. Я была поражена первый раз, когда увидела их и участвовала. Когда встал вопрос о втором разе, даже не раздумывала. Девчонки все суперпозитивные. У нас на репетициях сложилась такая дружественная атмосфера, что, я думаю, все чувствовали себя сегодня на высоте. Все очень здорово, потому что то, что я хотела, я получила – это фан, это драйв, это очень весело, это прикольно. Это не очень простая подготовка, потому что 25 девушек, 25 собрать на репетицию – это было очень сложно. Но тем не менее, все приходили, все были в настроении, все были счастливы. День красоты на Саровской ривьере удался. Зрители и участники фэшн-уикенда наслаждались отличной погодой и красивыми коллекциями одежды. А те, кто посмелее принимали участие в конкурсах и получали ценные подарки от организаторов. Серьезный разговор о политике, федеральном телевидении и интернете. Известный переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский встретился с саровчанами. В зале искусств библиотеки имени Маяковского не хватало мест для всех желающих пообщаться с Леонидом Вениаминовичем. Перед встречей с саровчанами писатель дал большое интервью нашей съемочной группе. Леонид Вениаминович закончил Московский государственный институт иностранных языков по специальности переводчик-референт. Эта профессия позволила Леониду Володарскому освоить сразу три вида перевода – художественная литература, фильмы и синхронный перевод. Совмещать все эти направления оказалось крайне сложно, и в результате пришлось сделать выбор. Я решил, что лучше мне будет переводить фильмы, и я абсолютно не жалею. 97% фильмов всех, 95% до ровного счета, и это непечатно. Значит, 3% – это хорошая коммерция, и 2% – это шедевры. Значит, ты работаешь на трудовом поле, по большей части, вот этих 95%. Леонид Володарский считает, что слагаемые успешного переводчика – это всего 15-20% способностей. Все остальное – это постоянный труд. Выписывать новые слова, как можно больше читать и учить. А идеальный способ овладения разговорной иностранной речью, по мнению известного российского переводчика, это просмотр зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Таким нам запомнились с сентября и октября ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2018-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, какими были ноябрь и декабрь 2018-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Субтитры создавал DimaTorzok